Почти 130 лет назад на вооружение русской армии приняли винтовку, которая стала символом сразу двух мировых войн и оружием, с помощью которого в 1945 взяли Берлин. Об истории винтовки Мосина в нашей рубрике «Оружие Победы». С этой винтовкой шли в атаку и во имя царя, и во славу революции, и за Сталина. Сегодня в нашей рубрике знаменитая трехлинейка «Винтовка Мосина». История трехлинейки началась еще в конце 19 века, когда практически все страны начали переходить на боеприпасы с бездымным порохом. За счет большей мощности он позволял уменьшить габариты патронов, а с ними и самого оружия. У нас калибр снизили до трех линий. Это старая система измерения, где одна линия равна десятой части дюйма. Отсюда и название – трехлинейка. Был объявлен конкурс, в котором принял участие офицер русской армии Сергей Иванович Мосин. На конкурс, когда она выставлялась в 1889 году, выставлялся параллельно с ней бельгийский «Леона Нагана» винтовка. И наша выиграла этот конкурс, потому что она была надежнее, проще. Но, тем не менее, некоторый конструктив из «Нагана» был в нее взят, она была досовосовершенствована. И вот как раз в апреле 1891 года Александр Третий принимает решение о том, что мы эту винтовку берем. Давайте разберемся, как же работает знаменитая трехлинейка. При нажатии на спусковой крючок курок высвобождается и под действием пружины устремляется вперед. Находящийся в курке ударник бьет по капсюлю патрона, поджигая порох. Происходит выстрел. Чтобы совершить повторный, нужно перевести рукоять-зведение в вертикальное положение. Это заново взведет курок и отопрет затвор, который далее нужно оттянуть до упора и снова подать вперед, чтобы извлечь стрелянную гильзу и дослать в патронник новый боеприпас. Наконец, нужно вернуть рукоять перезаряжания в изначальное положение. Винтовка готова к стрельбе. Схема оружия проста настолько, что нечему ломаться. Винтовка Мосина – это прежде всего безупречная надежность. Надежность, которая проверена годами, можно сказать, веками. Винтовка, которая не подводит никогда. Из-за недостатков, ну, это, конечно, ее громоздкость. То есть она у нас снайперская версия, она очень длинная. И по современным меркам боезапас не очень великий. И вмещает там не так много патронов, как современные образцы. В Великую Отечественную войну винтовка Мосина – самое массовое оружие Красной Армии. Особенно опасная винтовка была в руках опытных снайперов. Самая результативная женщина-снайпер Людмила Павличенко стреляла из трех линейки. Однако чаще всего на фотографиях ее можно увидеть с винтовкой СВТ, которую Людмиле подарили в качестве награды за бои в Севастополе. В первом же бою сложная автоматика подвела, и герой Советского Союза предпочла вернуться к старой доброй Мосинке. А винтовку Токарева оставила лишь для фотографий. Несмотря на то, что эта винтовка, повторюсь, срочным перезарядом, целиться, эксплуатировать ее и, соответственно, поражать врага, из нее удобнее, чем из немецкой самозарядной винтовки, которая, по идее, должна была быть лучше. Еще одно важное преимущество трех линейки – простота производства. Даже патроны были намного дешевле немецких, и тут немалую роль сыграл Новосибирск. В годы Великой Отечественной войны мы винтовки не выпускали, тем не менее цеха отдельной Тульского вооруженного завода к нам прибыли. И они размещались на жиркомбинате, на территории жиркомбината, и выпускали минометы. Патронов – это просто наше все. Боеприпасы, выпущенные в Новосибирской области, количество боеприпасов составило 27% от всех боеприпасов, которые использовались нашими войсками в течение Великой Отечественной войны. Это было у нас, выпущено в Новосибирской области. Тем не менее, это как раз патроны, вот эти 7-62. Винтовка Мосина стояла на вооружении вплоть до 1963 года. До 49-го в качестве основного оружия пехоты, а далее только у снайперов. Но и сейчас по всему миру можно увидеть знаменитую русскую винтовку. Ведь простота, надежность и дешевизна всегда ценились и будут цениться в среде и охотников, и военных. Дмитрий Антипов, Александр Миняйло, Алексей Баженов. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова